Прошу вас всех сесть поудобнее, где бы вы сейчас нас не смотрели. Прекрасно, что у вас нашлось время прийти в Дом Божий. Я хочу, чтобы мы все сегодня обратили внимание на свои приоритеты. Я желаю, чтобы мы приносили плоды не только внутри церкви, но и в миру. Во всех аспектах вашей жизни оставались здоровыми и приносили пользу и вне стен церкви. Поэтому я назвал свой выпуск «Приоритет каждого верующего». Год назад Питер читал нам о трех личных приоритетах. Как верующие, мы с вами всегда думаем о нашей вере и о молитве, и о том, как укрепить наши отношения с Иисусом. Мы слышали от Робина Вогда, как важно ставить любовь на первое место. Сегодня в тексте дня мы с вами читали о вере, надежде и любви. И самое главное из этих трех — это, ну, конечно же, любовь. Йорди в прошлый раз рассказывал нам, как важно нам, верующим, жить по Слову Божьему. Я сегодня вам расскажу, что наш приоритет в отношениях всегда на первом месте. Верующий, а только потом неверующий. Я вам хочу рассказать, как я начал кататься на скейте. Я впервые прочитал об этом журнале, не знаю, есть ли он еще. Как-то раз родители подарили мне этот журнал. Там были статьи о науке, о спорте. Ну, в общем, интересный журнал. И вот родители подарили мне подписку на этот журнал. И однажды я нашел в почтовом ящике новый номер. В нем была статья о катании на скейте. Она зацепила меня. Я тоже захотел научиться кататься и сообщил об этом моим родителям. Я стал искать единомышленников в своем окружении. И таки нашел их. У одного из моих старших братьев был друг. Он умел прекрасно кататься на скейте. И он отдал мне свою старую доску, чтобы я мог попробовать тоже. Потом он пригласил меня пойти и покататься вместе, чтобы я поучился у него. Так мы и сделали. И я в свои 12 лет пошел учиться у 16-летнего друга, моего брата. Я чувствовал себя необыкновенно крутым. Мы пошли в скейт-парк в Гауди. Там было много скейтеров. Я, конечно же, волновался. Но я был рядом с одним из лучших, поэтому решил попробовать свои силы. Он проинструктировал меня, как мне нужно тормозить, как падать и поворачивать. Я учился с энтузиазмом. И в какой-то момент стал известен. Про меня говорили. «А, это Питер. Он умеет кататься на скейте». «Хорошо катается». Я подумал, вот он, есть. Наконец-то у меня не только есть скейт, но я и сам стал скейтбордистом. У меня скейт не только для украшения своей собственной комнаты, а для катания и выполнения трюков. Вы начинаете расти в чем-то, когда окружаете себя другими людьми, увлеченными тем же самым делом. То есть, как стать хорошим скейтбордистом. Найти место, где собираются увлеченные люди, которые могут вас поддерживать, подбадривать и помогут вам научиться кататься еще лучше. Если вы упадете, они не будут высмеивать вас, но дадут дельные советы. Как поставить ноги, куда сделать наклон и как лучше держать равновесие. Если у вас получится сделать трюк, то все за вас радуются. А если придут хулиганы, то вы все вместе постоите друг за другом, говоря тем самым, что это дружественная культура. И каждый может здесь быть, неважно, кто ты есть. Кататься на доске – это круто, и поэтому скейт вышел из подпольной культуры и стал влиять на многие аспекты жизни. Например, на моду. В коллекции Луи Виттона тоже есть обувь для скейтинга. Все это потому, что катание на скейте – это здоровый образ жизни. А все, относящееся к здоровью, растет. Аминь. Когда кто-то становится христианином, то есть узнает Иисусом, что само по себе прекрасно, как ему стать хорошим христианином. Ему необходимо найти свое окружение – других христиан. То место, где господствует здоровая культура, где уважают завет. Не так, чтобы все представляли себя святыми и благословленными, и не говорили о своей боли, о том, что вас беспокоит. Это здоровая атмосфера, в которой мы поддерживаем друг друга. Знаю, что все мы люди и совершаем ошибки в своей жизни. Когда кто-нибудь запинается, мы не высмеиваем и не осуждаем, но помогаем, протягиваем руку. Мы говорим ему, если ты встанешь так, то не упадешь больше. Завершишь свой трюк и пойдешь дальше. Так же, как и в катании на скейте. Сначала надо научиться ездить, а потом уже прыгать. И в какой-то момент, во время прыжка, вы сможете делать трюки, так и в духовной христианской жизни. Сначала вы понимаете, что речь идет не только о десяти заповедях, ведь все пророки и те десять заповедей — это все тени Иисуса. Ваши старшие наставники, опытные христиане подскажут вам, куда лучше направить ваше внимание. Пройдите Альфу, там сконцентрированы самые первые важные жизненные вопросы, чтобы вы смогли двигаться дальше. Вспоминая наше недавнее событие в Амстердаме, где мы все собрались с нашими семьями и друзьями веселой, многочисленной компанией, у нас было много тортов, прекрасных историй о наших успехах в разных кампусах. Молодцы. Мне пришла смс-ка от человека, с кем я разговаривал тогда. Дорбрекерс не только обновляют жизни, но вы можете прийти к ним с любым вопросом. Я подумал, да, именно этого мы и хотим, а не так, что мы знаем, о чем там сказано. Нет, мы знаем лишь одно, что мы идем от благодати к благодати. Нам предстоит еще много открытий. Так давайте же подбадривать друг друга. Если кто-нибудь спросит вас, где описано то или иное событие в Библии, то не отвечайте ему. Идиот, ты что, не знаешь? Ну, терпеливо ответьте, подскажите, как можно запомнить. Иисус учит нас очень многому. Он рассказывает нам о Царстве Своем. Об этом нам стоит читать каждый день. И таким образом вы будете продвигаться дальше. Хотите узнать, как я вырос в Дорбрекерс? Когда я только пришел, я знал всего лишь трех человек. И у нас был только один кампус. В зале было около 1 800 людей. А я знал всего троих. Я волновался. Мне предстояло преодолеть высокий порог. Мне было так же волнительно, как тогда, в 12 лет, когда я пошел учиться кататься на скейте. Проис понять, могу ли я тут занять место и тренироваться среди крутых, опытных катальщиков. Вот тогда вам и нужны другие люди, чтобы подбодрить вас. Когда я пришел сюда во второй раз, ко мне подошел оператор и сказал, «Привет, я тебя здесь никогда не видел. Ты кто?» «Ты ходишь в коннект?» «Нет, я не хожу». «А что это такое?» «Так, очень здорово». Приоритет каждого верующего – чувствовать себя уютно в Доме Божьем. Вы приходите в воскресенье утром, а потом вы спрашиваете человека, ходит ли он в коннект. Это очень важно для каждого верующего. Но другая сторона медали – вам для начала нужно быть частью этого дома, потому что только тогда вы сможете расти. А когда вы растете, вы можете приносить пользу и быть эффективными. Но если вы стоите один в своей вере, рядом с неверующими, вы выстоите силою Святого Духа. Так нам обещает Библия. Вы не можете научиться кататься на скейте без падений. Иисус не говорит нам, что мы обязательно упадем, следуя за ним. Но если это случится, тогда вам нужен защитник. В вас есть сила Духа Иисуса. Поэтому вы не сломитесь в сложных условиях, но пойдете дальше по жизни. Но все это очень тесно связано с нашими приоритетами. Я не верю завету, но я верю в то, что сделал Иисус. Это не означает, что я отрекусь от мирской жизни, запрусь в христианском бункере от остального мира до пришествия Иисуса. Но я расставлю свои приоритеты и буду посещать Дом Божий, ведь это пара часов, плюс еще пара часов в коннекте. Все вместе это уже шесть часов. Этой неделе я шесть часов выделил на то, чтобы быть с моими братьями и сестрами по вере, вдохновляться и молиться вместе. А те шесть часов, что я провел вместе с ними, дают мне больше сил, эффективности, дома, на работе, в супермаркете, в любом другом месте вне церкви. Давайте почитаем из Деяний, возьмите свою Библию. Там приоритет не отдается хождению в мир, просвещению тех людей, которые еще не знают Иисуса. И они постоянно пребывали в учении апостолов, то есть они не ставили галочки тому, что сделали. Они предъявляли более строгие требования к сообществу верующих, а именно к тем, кто стоит под апостольским руководством. В тот момент, когда вы находитесь под руководством апостолов, тогда вы сможете испытать благодать. Мы все равны, под руководством мы проходим разные этапы взросления и роста не для того, чтобы вас ограничить, но чтобы благословить вас, дать толчок роста. В Дорбрекерс мы растем, неважно, к какому кампусу вы относитесь. Они все стоят под руководством Питера и Илона. Поэтому так важно не только то, что вы приходите в воскресенье утром, но что вы ходите в коннект и являетесь частью команды. Так вы сможете расти. Вы видите, что учение апостолов — это самое первое. А второе — в общении и преломлении хлеба в молитвах. Это уже об общении. И об Иисусе. Я не говорю о том, что каждый раз, как мы встречаемся, мы читаем 10 заповедей, мы уделяем время и празднуем друг с другом вечерю, напоминая друг другу, что Иисус пожертвовал своей жизнью ради нашего исцеления. Он отдал все, чтобы мы могли жить в изобилии, верить доброму отцу своему, что он позаботится о нас. Самая последняя — это молитва. В этом и заключаются личные приоритеты сильного верующего. Мы с вами не хотим быть в такой церкви, где все обращаются к двум-трем лидерам и просят их накормить и обеспечить всем необходимым. Нет, вы здесь сможете вырасти в своей вере и встать на ноги. Знаете, если я в свои 33 года жил бы дома и целый день лежал бы в кровати и зависел от моих родителей, которые приходили бы меня кормить, поить, одевать, то это было бы ненормально. И нам нужно было бы пересмотреть мою жизнь и что-то в ней поменять, чтобы я сам смог стать самостоятельным взрослым. То же самое можно сказать и о вере. В тот момент, когда вы принимаете Иисуса, вы рождаетесь заново. И смысл в том, что вы будете расти как младенец. Сначала он получает молоко, и только спустя полгода ему предлагают твердую пищу. Вы заботитесь о том, чтобы он рос в безопасной среде, здоровом и сильном, где, упав, его подхватят и пожалеют, и помогут снова встать на ноги, свисти и расти, и найти свое предназначение, задуманное для него Богом. Я выделил четыре основных момента в приоритетах каждого верующего. Первое — это ваше окружение. Оно определяет ваше здоровье и ваш рост. А знаете, мы с Роуз недавно переехали, и вдруг у нас погибли все комнатные растения. А в нашем новом доме меньше солнечного света. И это не понравилось растениям. Из-за того, что условия жизни изменились, они зачахли. Мы не сильны в ботанике, поэтому некоторые наши зеленые питомцы не выжили. А кого-то, к счастью, мы смогли спасти, потому что им больше нравилась тень, и им подошли новые условия жизни. Поэтому и для верующего важно быть в Доме Божьем, если он хочет приносить плоды. Примените это ко всем вашим отношениям. Сначала уделите время верующему, а потом уже неверующему. Распределите ваши приоритеты правильно. А в жизни нам важны точки отсчета. Почему мне удалось так быстро научиться кататься на скейте? Потому что я знал Пола, мальчика, умеющего отлично кататься. Он уже выделывал трюки и был частью скейтерской культуры. Пол знал многих, и спустя год я не цеплялся за него, когда шел кататься. Я уже познакомился с другими людьми и приглашал их на площадку. И они, в свою очередь, рассказали мне о других площадках, где я еще мог покататься. Я знал, куда мне можно ходить. Когда я впервые пришел в Дорбрекерс, я знал всего трех человек. Эти трое уже не ходят со мной каждое воскресенье рядом, спустя 12 лет. Я здесь вырос. Это теперь и моя церковь. Я сам говорю с теми, кого я не знаю. Я говорю им, это моя церковь. Мы гостеприимные, и мы открытые. И мы рады тем, кто впервые у нас, потому что для верующего очень важно быть в Доме Божьем. Это важно для вашего духовного здоровья, для вашего роста, и для того, чтобы во времена бурь оставаться сильным, сконцентрироваться на Иисусе, укрепиться в местной церкви, как, например, за последние два года. Сколько всего мы пережили. Я и представить себе не могу такого человека, кого эти события совсем не затронули. Я вам скажу про себя. Я есть. Я стою здесь перед вами, потому что я живу в Доме Божьем. Да? Отлично, что вы со мною, а я с вами. Иисус любит вас. Так что же вам необходимо? Вам нужен товарищ, такой, каким стал для меня пол. Вам нужна веха, от которой вы оттолкнетесь. Ну, Дорбрекерс, будем товарищами для тех, кто в нас нуждается. И в тот момент, когда мы увидим, что он стоит один, мы вспомним себя, пришедшего впервые сюда, и поможем тому новичку освоиться здесь у нас. Мы все здесь, одна семья, и служим Богу, который рядом с нами. Давайте будем передавать это душевное и доброе отношение другим людям, чтобы никто не ходил потерянным и одиноким в нашем Доме. Ну и, наконец, третий, мой самый любимый момент. 80% нашей жизни это просто-напросто хорошее отношение. Вы удивлены, да? Я верю в то, что если вы хотите быть здоровым христианином, то в первую очередь вы должны выбрать свое окружение. Я говорю не о том, чтобы смотреть, «Так, кто сегодня читает речь? Будут ли они играть мои любимые песни?» Я сюда прихожу не из-за моих музыкальных предпочтений. Я прихожу сюда в первую очередь потому, что я спасен, что Иисус отпустил мне мои грехи и поместил меня в духовный дом. И это то место, где я могу быть самим собой. Но Он не оставит меня прежним. Он призвал меня сюда для гораздо большей цели. Поэтому я буду расти в этом месте исцеления и принятия Божьей милости. Здесь мы можем вырасти и найти свое предназначение, уготованное для нас Богом. Почему же в третьем пункте сказано, что 80% жизни — это просто-напросто хорошее отношение? То есть, если вы создаете правильные условия, как для наших растений, если бы они получили достаточно солнечного света, тепла и воды, тогда бы они не только выжили, но и дали новые побеги. Этого для вас хочет Бог. Не только ждать пришествия Иисуса, но самому двигаться от славы к славе. Каждая слава — это еще больше вес, еще более весомый шаг, еще большая ответственность. И это хорошая новость. Его время легко, его слава прекрасна. Пока вы двигаетесь в новой славе, вам нужно наладить связи с другими лидерами, согласовать свои действия с теми, кто идет впереди вас. И они подскажут вам, как обойти трудности на вашем пути. Один мой знакомый, он сейчас сидит здесь, во втором ряду. Мы на тот момент друг друга не знали. Два года назад он услышал, что я решил начать свое дело. Он через знакомых узнал мой номер, сказав, что может помочь мне с первыми шагами на моем новом поприще. И он сказал мне, многие начинающие предприниматели хотят больше свободы. Но какой-то страх загоняет их в еще более жесткие рамки, чем были у них тогда, когда они работали на другого. Всего лишь за час, что мы сидели за чашкой кофе, он разложил мне все по полочкам и предупредил о важных моментах и об ошибках, часто совершаемых на первых порах. Он помог мне успешно стартовать в моем деле и не увязнуть в трудностях. Очень важно, когда люди вокруг вас включаются и помогают вам о вашем деле. Они говорят, слушай, а ведь я могу тебе помочь. Очень важно увидеть это искреннее желание помочь и не захлопнуться. Открыть свои мысли по-новому и послушать совета того, кто уже имеет опыт и сможет помочь вам словом или делом. Он не принес мне кота в мешке, скажу я вам. Все было предельно честно. Потом я встретил еще многих опытных предпринимателей в моей области. Я занят в призоре. Я спрашивал, как ты наладил то и это? И получал ответы, какое совпадение. Я говорил, с тем ты и тем ты, и таким образом все наладил. И все больше моих знакомых удивлялись, насколько мне помогла община. И как прекрасно, что мы здесь стремимся помочь друг другу. Предприниматели, работники социальных служб, учителя, домохозяйки. Все люди делятся друг с другом своими талантами и способностями, потому что они хотят, чтобы другой человек тоже смог процветать в этой жизни. А в этом наша большая сила. Мы чувствуем связь с Богом и приближаем Царствие Божие на земле. Прекрасно. Не правда ли? Об этом нам говорит Библия. Они увидят, что вы мои ученики по любви вашей друг к другу. Я концентрируюсь не только на неверующих в Амстердаме. Я прежде всего думаю о Доме Божьем. Какие люди там. Давайте будем растить их, образовывать лидеров, потому что мы будем более продуктивными в этом городе, если мы научим новых людей тому, что знаем сами и образуем крепкую общину. Нам было сложно отделиться от Барнефельда, от нашего дома. Мы все еще часть той большой семьи. Но здесь растет нечто новое. И в Нидерландах еще многие люди должны услышать о Боге. У нас уже пять кампусов и шестой онлайн, и мы на этом не остановимся. Будем развивать седьмой и десятый. Для этого нам нужны сильные лидеры. Нам необходимо выстроить отношения, что мы все будем вместе работать над нашей целью. Соберемся в воскресное утро и начнем плодотворно работать. Выстроим свои приоритеты в пользу Коннекта и Альфы. Так Бог может ежедневно растить нас. Помните, в Деяниях сказано, «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Еще один библейский текст, которым я хотел бы поделиться с вами, так это второе послание Петра. В нем сказано, «Которыми даровано нам великие драгоценные обетования». «Дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия». Я вижу в этом принятии своей личной ответственности. Вы не перекладываете ответственность на правительство, на церковных лидеров, на кого-то еще, на условия вокруг вас, но вы добавляете старания, добродетели. И в конце концов, из этого получается божественный плод. Вы, как член общины, стремитесь не к личной, но к коллективной, общей выгоде. И тот божественный плод мы добавляем к благочестию, братолюбия, а в братолюбии мы уже находим любовь. Знаете, что здесь, в церкви, на нас смотрят апостолы и святые, чтобы мы с ними смогли принести максимальную пользу этому миру. Мой учитель гитары говорит мне так, «Если ты хочешь немного научиться музицировать, то у тебя получится». Это, в общем-то, несложно. Но если ты хочешь действительно красиво играть, необходимо много тренироваться. Тебе нужно делать выбор, если ты хочешь достичь максимального результата. Выбор, который мы делаем, и те приоритеты, что мы перед собой ставим, помогают нам приносить больше плодов и быстрее расширять и приближать Царствие Божие. в благочестие, братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Здесь сказано о том, что у Бога для каждого из вас есть новое откровение о Царстве Божьем, о том, кто такой Иисус. Не только в воскресной проповеди, но и в коннекте среди тех, с кем вы сидите и разговариваете за чашкой кофе. И различие в том, что мы собираемся не для веселья, но во имя общины, а во имя Иисуса, а вот там, где двое, ну или больше трое, собраны во имя Его, там есть Он Сам в самом центре нас. Когда каждый вносит свою лепту, святые отдыхают, смотрят и посылают нам свою благодать. Когда каждый использует свои таланты во благо, когда сердца всех открыты и чисты, тогда царит приоритет любви, и корни наши не нащупывают камней, а могут глубже проникнуть в почву, чтобы мы в результате смогли принести больше плодов. Я думаю, что очень мало растений, у которых плод, полезная для человека часть, выглядит так же, как и корень. Результатом вашей причастности к Дому Божьему не будет то, что вы взойдете на эту сцену или полностью посвятите себя жизни нашей церкви. Но в тот момент, когда вы расставите приоритеты и каждое воскресенье посвятите церкви, нашей общине вы расцветете. Каждая область вашей жизни будет плодотворнее. Плодотворнее, чем раньше. А вот сейчас вернулась с горнолыжного курорта большая группа дорбрекерс. А как они вернулись? История умалчивает. Наверное, без падений не обошлось. Но мы их не высмеиваем, а поддерживаем. Ушибы и растяжения. Мы молимся об их исцелении во имя Иисуса. А знаете, почему эта неделя была так плодотворна? Не потому, что солнце светило, и мы любим кататься на лыжах. Нет. Прежде всего, потому, что они правильно расставили приоритеты к братолюбию. Благодаря братолюбию они на протяжении всего года были гораздо эффективнее в любви к ближнему своему. Мы хотим, чтобы любовь отца нашего к нам меняла нас. Когда мы наполнены любовью отца, мы готовы отдавать ее всему миру, потому, что мы отдаем не нашу любовь, а его любовь. Мы любим его не потому, что полюбили его, а потому, что он первый возлюбил нас. Мы служим Богу не тем, что мы каждое воскресенье ходим в церковь, и не пропускаем ни дня. Но видя, что мы были грешниками, а он умер за нас, мы не искали его, а он нас искал, он нашел меня, и то был мой самый лучший день. Я с уверенностью могу сказать, что лучше самый скромный Божий дом, чем роскошный пятизвездочный отель, ведь там меня любят и уважают. Нет ничего сильнее жизни в Божьем доме. Рядом с вами ваша семья, поддерживающая и верящая вас, и вы не ищете уже свой путь, как слепой котенок, но с уверенностью идете к намеченной цели. Вы знаете, для чего Бог послал вас в этот мир. Это ваш час, ваше время. Я здесь не один. Со мною моя верующая семья. Может быть, вы сильны уже сейчас, но через год вы удивитесь, насколько возрастут ваши силы, ведь мы движемся от славы к славе. Мы берем ответственность не по одному, но всем нашим домам. Почему мы с Роуз здесь с вами? Потому что целая команда людей смогла взять на себя ответственность Дорбрекерс в Амстердаме не зависят от Питера и Роуз. Если вы стоите в церкви и чувствуете, что она слишком зависит от вас, привлеките других людей, найдите другого скейтера, который еще от земли не научился отрываться. Позволь тебе помочь. Я тоже не все знаю, но я могу тебе помочь советом. Если ты встанешь как-то по-другому, то тебе будет легче сделать этот трюк. Если чуть меньше будешь наклоняться назад, ты устоишь. Если ты не будешь так концентрироваться на том, что надо делать и чего не надо делать, и позволишь Иисусу больше быть в твоей жизни, то заметишь, что ноша его легка, что он главный из «Дорбрекерс», и мы следуем за ним. Христианская жизнь — это не игра мускулов, а доверие. Мы готовим свою лошадь к бою. Но мы знаем, что победа за Господом, царствие Божие здесь, не для того, чтобы поглотить другие царства, но для того, чтобы служить им. Мы знаем, придет царство Божие и придет мир. А знаете, самое лучшее, что вы можете сделать — это быть частью Дома Божьего. Библия обещает нам, что царствие его не будет конца. Как царствие его продолжит расширяться посредством сильных верующих? Как мы станем сильными, расставив приоритеты в пользу своих верующих братьев? Тогда вы станете сильным инструментом в руках Отца в этом разбитом мире. Мы хотим пустого ада и полного рая. Мы хотим новой земли и нового неба во имя Иисуса Христа. Если вы слышите об Иисусе Христе сегодня от меня здесь, в этом зале, или смотрите нас онлайн, то мы аплодируем вам всем сейчас. Ну что же, поднимайтесь все. У меня для вас хорошие новости. Это возможно сделать, и это проще простого. Вам не нужно много работать или делать что-то сверхъестественное, вам лишь нужно сказать, Иисус, я доверяю тебе свою жизнь. Я больше не буду бороться в одиночестве. Если вы этого хотите, тогда помолитесь вместе со мною. Давайте с первого и до последнего ряда. Все вместе помолимся. Отец, мы благодарим тебя, что ты рядом с нами, а не где-то там, далеко. Спасибо, что ты любишь меня и послал своего единственного сына на землю ради меня. Он умер за меня, за мои грехи, и они прощены. Я был рожден заново. Моя новая жизнь полна новых планов и нового будущего. Я здесь не один. Со мной моя семья. Мои верующие люди это прекрасная семья. Они верят в меня и помогают мне идти дальше. Благодарю тебя, Господь Иисус. Ты заслуживаешь всех почестей на этом месте. Моя жизнь для тебя. Аминь. Люди стоят и аплодируют. Давайте восхвалять Его имя. Напомним друг другу, нашим гостям, себе самим, что мы больше чем победители благодаря Иисусу Христу. Он возлюбил нас и уготовил нам светлое будущее. Поэтому мы будем прославлять Его. Аминь. Иисусу